После того, как мы научились работать с каталогом электронной библиотеки Mesh, имеет смысл познакомиться с тем, как необходимо сохранять материал, который вам нужен для учебного процесса, либо для разработки своего интерактивного урока. Любой выбранный материал, например, сценарий уроков, мы можем сохранить, либо просмотреть, либо использовать для последующего создания своего урока. Как это происходит? Нажимая на иконку урока, который нам необходим, появляется таблица, на которой представлена основная информация об этом уроке, об этом объекте, которым является в данном случае сценарий урока. И мы сразу видим, для какого класса, по какой теме и для какого предмета и уровня образнования предназначен данный сценарий урока. Для того, чтобы просмотреть этот сценарий урока, необходимо нажать кнопку «Просмотреть» и в новом окне откроется сценарий урока, который был разработан педагогом для решения задач на движение по математике для учащихся четвертого класса. Возвращаясь обратно и понимая, что нам нужно этот урок не только просмотреть, но и, возможно, сохранить для дальнейшего использования, обращаем внимание, что внизу таблицы с сценарием урока есть изображение сердца, значка «Копировать документ» и значка «Поделиться». Соответственно, если мы хотим сохранить в избранной на свой рабочий стол документ, то мы нажимаем сердечко и, соответственно, выбираем, в какую часть нашего поля избранного мы можем сохранить материал. В данном случае у нас есть папочка «Сценарий уроков». Нажимая, ставя галочку на сценарий уроков, мы сохраняем его непосредственно в сценариях урока. Таким образом, у нас в библиотеке наших материалов, в папке «Избранных» появился новый сценарий урока, который мы можем в любой момент воспользоваться, но мы его можем просмотреть, мы его можем показать учащимся, но мы не сможем с ним работать и создавать на основе него новый урок. Для того, чтобы на основе этого сценария урока создать свой новый, исправленный, доработанный сценарий урока, необходимо его скопировать. Поэтому нажимаем «Скопировать» и попадаем уже, обратите внимание, не в «Избранное», а на рабочий стол, который называется «Мои материалы». И точно так же выбираем для сценариев урока папочку «Сценарий урока» и сохраняем этот урок. Теперь мы имеем возможность с ним работать, его изменять и создавать новые конструкты в этом уроке, для того, чтобы он в большей степени отвечал тем целям и задачам, которые мы ставим на этом уроке в учебном процессе. Последнее, что мы можем увидеть в сценарии урока, это кнопка «Подробнее», когда открывается в отдельном окне все описания данного объекта в библиотеке Mesh. И здесь снова мы можем увидеть название, класс, уровень образования, а также уровень изучения учебного материала и контрольные элементы содержания, для которых он предназначен. Точно так же вы можете увидеть фамилию автора разработчика данного урока и непосредственно номер этого объекта в библиотеке Mesh. Так называемый ID, который закреплен за каждым документом, который загружен в библиотеку, и является идентификационным номером данного объекта. Для возврата обратно мы включаем значок «Библиотека Mesh» и попадаем снова в каталог библиотеки.